Всем привет! Мне тут пришлось по работе немножко повозиться с одной задачей. Я решил параллельно открыть у нас лист практического администрирования Windows. И начнем мы сегодня с установки в SUS на SQL версии Server Core. Значит, если кому-то эти понятия все незнакомы, вы ждите. Скоро будут у меня плейлисты по подготовке к макрософтовским экзаменам по Windows серверу 2012. Я жду 2016, но, видимо, буду начинать по 2012. Те, кто более-менее понимают, можете смотреть и, если что, задавать уточняющие вопросы. Сама задача может показаться довольно банальной, но на самом деле там очень много подводных камней, с которыми можно столкнуться. Я потратил на внедрение первого такого сервера где-то дня три, потому что трудности возникали практически на каждом шаге, и мануалов, толковых я не нашел. Опять же, очень большая разница между различными версиями серверов SQL и PowerShell, поэтому у меня максимально обновленный Windows Server 2012, R2 и SQL сервер. Вам я рекомендую сначала повторить за мной эти действия в графическом режиме, и только затем делать это на сервер-коре, потому что после графического режима становится понятно, как это происходит. Значит, быстренько пробежимся по основным понятиям, которые нам здесь встретятся. Сервер в СУС. Это сервер, который хранит на себе обновления Windows в локальной сети. То есть у вас машина, где выходит не каждая сама в интернет и скачивает обновления, а выходит в интернет сам сервер в СУС, скачивает обновления и раздает их в локальной сети. Тут плюсов огромное количество. Это минимизация сетевого трафика, это контроль за установкой обновлений, это принудительное одобрение или отклонение каких-либо обновлений. То есть вы можете прямо в консоль управления сервером в СУС управлять установкой обновлений на все машины в вашей локальной сети. В СУС это Windows Server Update Services. Значит, можно ставить в СУС в режиме, когда он находится сам по себе, то есть это сервер, на котором находятся сразу и файлы, и внутренняя база данных Microsoft, Windows Internal Database. Но этот режим на самом деле очень глючный и очень часто сервера в СУС боят. Поэтому рекомендуется использовать метаданные, хранение метаданных и прочей конфигурационной информации в отдельной базе данных SQL. Так работает, как практика показывает стабильно. То есть сами обновления он все равно будет скачивать и хранить их в виде файлов в каком-то дереве каталогов. А конфигурация и метаданные, то есть в принципе вся информация об этих обновлениях в сети, будет храниться в базе данных SQL. И следующее понятие, о котором я хотел поговорить, это Server Core. Server Core это такой режим работы сервера, когда у него нет графической оболочки. Нет ни проводника, ни сервер менеджера, есть только голая консоль. Этот режим имеет огромное количество преимуществ, он менее требовательен к ресурсам, у него уменьшенная поверхность атаки, потому что у него намного меньше компонентов, на него реже выходят обновления. То есть в принципе наша идеальная сеть Windows Server на сегодня, это когда мы ставим их в режиме Server Core и управляем ими с админской машиной, на которой есть график. Трудность тут заключалась до этого всего в том, что на Server Core очень тяжело ставился SQL. Теперь можно поставить на Server Core SQL, мы этим будем заниматься. У меня будет упрощенная схема, когда у меня сама роль в SUS, программное обеспечение SQL и хранилище файлов будут находиться на одном сервере. То есть я вам сейчас в лабораторных условиях это все сложу на один сервер. В принципе вы можете то же самое делать у себя, но чаще уже есть в организации какой-то сервер SQL и просто прописывают путь к нему, чтобы базы данных хранились на этом сервере SQL. Тогда у вас задача еще больше упрощается. Значит у меня все будет на одном сервере и мы начнем поэтапно. На четыре части я разобью эту задачу. Первая часть это доступ к самому серверу Core, к тому серверу, на котором есть у вас только голая консоль. У нас есть несколько вариантов. Мы можем непосредственно руками работать в этой консоли через клавиатуру мыши-монитор, но это само собой не очень удобно, когда мы администрируем несколько серверов. Мы можем подключаться через удаленный рабочий стол со своей машины к серверу Core и работать через удаленный рабочий стол в его консоль. Немножко удобнее, но не сильно. Опять же, так как у нас есть сервер 2012, у нас в нем есть сервер-менеджер. И сервер-менеджер позволяет удобно управлять другими серверами из своей одной консоли. Мы можем подключиться к любому из наших серверов или установить инструмент администрирования себе на машину и со своей машины админить удаленный сервер. Это удобно, но многие действия так сделать не получится, только такие самые банальные. Поэтому у нас приходит на выручку PowerShell. И PowerShell дает нам два варианта управления другой машиной. Мы можем запускать сессию к другой машине или можем запускать какую-то одну команду на другой машине. И сейчас мы в первом видео займемся тем, что настроим вот такой вот доступ через PowerShell. Так как у меня машина в режиме находится Server Core, я не стал туда устанавливать никакие инструменты гостевых дополнений, чтобы у меня было красивое расширение экрана. Мы сюда будем редко подключаться. Я один раз сюда зайду, и вот мы сюда так и посмотрим. Это наш сервер Core. Когда он устанавливается, мы видим с вами только командную строку. Казалось бы, можно работать только в ней. Можно переходить из командной строки в PowerShell, набирая PowerShell. PowerShell у нас намного мощнее, чем командная строка. Огромное количество плюсов, командлеты, конвейеры. Как будем готовиться к экзамену, разберемся. И что важно, у нас есть S-Config, сервер-конфиг утилита, который позволяет управлять нашим сервером. Я уже с вами не стал разбираться с тем, как я вогнал машину в домен, настроил в ней сеть, установил все обновления. Потому что это такие простенькие действия, я их описал уже в мануале, который вам дам по этой задаче. Прямо на сайте у меня лежит уже мануал. Я сейчас только включу удаленный рабочий стол, пункт 7, enable. И разрешаю только клиентов с проверкой подлинности, чтобы старые клиенты не могли подключаться. Готово. Машина в домене, можем работать. Значит, я вернусь, пожалуй, в PowerShell и выполню следующий командлет. Enable, разрешить, задействовать, PS, PowerShell, Remoting, удаленный. То есть удаленную работу в PowerShell. И добавлю ключ Force, чтобы он в принудительном режиме это включил. И у меня запустилась служба Windows Remote Management, удаленное управление Windowsом. И теперь я могу уже подключаться со своей машиной. Проверю удаленный доступ с другой машины. У меня это будет контроллер домена. Я в виртуальной среде запустил всего две машины. Это мой контроллер домена и сервер в SUS. Вы можете с администраторской машиной, например, это делать. Шрифт здесь отвратительный, поэтому я сразу поменяю его на Lucido Console, чтобы вы что-то видели. И вот такой вот команд-лент. Проверить удаленную связь с сервером в SUS. В SUS это имя моего сервера. Если нам вернулся такой ответ, значит прекрасно, связь есть. Есть еще один режим работы, который позволяет нам работать с удаленным сервером. Я говорил вам, это Enter PS Session. То есть входить в сессию с каким-то компьютером. Я указываю имя компьютера, указываю четную запись от имени, которая работает. И вот я прекрасно туда подключаюсь и нахожусь там. Проблема в том, что у нас, несмотря на то, что и тут, и тут Windows русскоязычный, если я выполню любую команду, которая возвращает мне вывод на русском языке, я тут по умолчанию Linux команду решил выполнить, то я вижу вот такие вот отвратительные символы. И побороть эти отвратительные символы есть, в принципе, способ один. Давным-давно один прекрасный человек написал функцию, которая позволяет нам бороться с вот таким вот выводом. Значит, я выйду из удаленной сессии и сейчас настрою профиль своего PowerShell, чтобы у меня в этом профиле была уже функция, к которой я могу обращаться. Посмотреть, где у меня профиль, я могу вот этой вот командой. И она говорит это, что у меня в моих документах должна быть папка Windows PowerShell. Проверяю, в моих документах у меня нет папки Windows PowerShell, поэтому мне нужно создать, собственно, свой профиль. И я говорю PowerShell, new item, путь, переменная профиль, создай тип файла. И вот он мне создал вот этот вот профиль. И он у меня здесь появился. Моя задача сейчас в этот профиль вписать функцию. Мне достаточно открыть этот профиль блокнотом. Текст функции я вам выложил на сайт. Я сейчас его просто вставляю. Такая функция Convert to Encoding будет конвертировать нам кодировку. В принципе, простейшая функция. Мы указываем кодировку, из которой кодировать, и кодировку, в которую кодировать. Мы сейчас не разбираемся в скриптах. На этом этапе нам достаточно, чтобы у нас это все заработало. Профиль я получил, мне нужно перезапустить PowerShell. Перезапускаю PowerShell. Мне нужен режим администратора, потому что я периодически делаю административные задачи. И я думаю, мы скоро начнем уже автоматизировать эти действия. Значит, и в режиме PowerShell я могу, например, выполнить команду, которая проверит кодировку. Я беру на киридосе набранном слово проверка и конвертирую ее из одной кодировки в другую. И вижу то, что у меня перекодировалось в билиберду, но суть в том, что функция работает. И давайте сразу же проверим, как у меня эта функция будет работать с вариантом InvokeCommand. То есть выполнять команды на удаленном сервере. Это не Enterprise Session, это именно выполнение одной команды. Я говорю серверу в SUS, чтобы он выполнил следующий блок скриптов. В данном случае команда ifconfig. Только опять же у нас здесь не Linux, поэтому мне нужно написать не ifconfig, а ipconfig. И моя учетная запись. Указываю 1000. И вижу то, что получается ерунда. Я передаю эту команду по конвейеру в функцию, которую мы только что создали, ConvertToEncoding. Меняю кодировку с CodePage866 на нашу киридосу Windows 1251. И вижу то, что теперь вывод у меня получается нормальный. Но этот вывод будет у нас работать только в случае, если мы выполняем InvokeCommand. Потому что функция у нас находится локально. Если мы перейдем в режим PS Session, у нас там эта функция работать не будет. Поэтому эту функцию нужно отправить на тот удаленный сервер. Как сделать это по-человечески, я, честно говоря, пока еще не разобрался. Опять я подключаюсь к удаленному серверу. Вижу то, что вывод в PowerShell поменялся. Вначале пишется теперь имя сервера. Я хожусь на удаленном сервере. Единственное, что я могу сделать, это сейчас прямо в PowerShell вбить мою функцию. И тогда она будет работать. Но при следующем подключении мне нужно будет вбивать ее еще раз. Если я пропишу ее в профиль на удаленном сервере, мне это никак не поможет. Потому что я подключаюсь через EnterPS Session и не вижу профиль удаленного PowerShell. Если кто знает, как это поправить, подсказывайте. Значит, функцию я немножко оптимизировал. Она опять же есть на сайте. Так мы будем все время кодировать из CP866 Windows 1251. Просто сверху добавляется абзац, который подставляет нам эти две кодировки. То есть теперь вместо Convert to Encoding одна кодировка другая, я просто буду писать Encoded. И у меня автоматически будет кодировка меняться с CP866 на Windows 1251. Нажимаю Enter. Проверяю точно так же, как мы проверяли до этого. Проверка и функция Encoded. Вижу то, что получается ерунда, значит все работает. Попробуем вывод нашего родного IP-конфига. IP-конфиг. Ерунда. IP-конфиг. Передача по конвейеру функции Encoded. Вижу все по-человечески. С кодировкой и с двумя видами доступа через Invoke Command и через Enter.Path Session мы с вами сейчас разобрались. Осталось, чтобы уже два раза не вставать, настроить, так скажем, проброс учетных записей. Иногда нужно выполнять на удаленном сервере Core какие-то задачи, которые требуют привилегии админа и введения его реквизитов еще раз. Мы не можем это делать через сессию PowerShell просто так, потому что мы один раз подключаемся к удаленному рабочему столу. Ну, не к удаленному рабочему столу, а к удаленной машине через любой из этих командлетов вводим логин и пароль. И затем в дальнейшем, когда нам нужно еще раз ввести логин и пароль, мы этого сделать не можем. Для этого у нас у Microsoft есть Credential SSP сервер. И нам нужно его включить на удаленной машине. Вот такой вот команды. Запускаю я этот сервер. И тут написано, что тогда мне будет разрешено принимать учетные записи от пользователей с удаленных компьютеров. То есть сейчас я нахожусь на удаленной машине, и я ей разрешаю принимать учетные записи пользователей. Для того, чтобы это сработало, мне нужно перезапустить службу WinRM на удаленной машине. Restart Service WinRM. Я ее перезапускаю. Меня выкидывает, потому что служба перезапускается. Но она перезапустила все в порядке. И теперь мне нужно на локальной машине разрешить пробрасывать учетные записи на конкретную удаленную. На сервер в SUS. Командлет простой. Я теперь точно так же делаю Enable. Только там был Vsman Credits SP сервер. А здесь Vsman Credits SP роль клиент. И разрешаю отправлять учетные записи на удаленный компьютер в SUS. Собственно, об этом он здесь мне внизу и пишет. Я говорю ему Y, я это разрешаю. И теперь я могу отправлять туда учетки. Так как это практическое администрирование, ролики получаются намного дольше. Когда будем готовиться к экзаменам, я буду ролики бить на более короткие участки для тех, кто только начинает знакомиться с виндой. Тут же мы сейчас разобрались с тем, как подключаться к удаленной машине в режиме Server Core и работать с ней. Параллельно выяснили, как править кодировку. У кого будут вопросы по любому из этих пунктов, пишите комменты к видео, буду отвечать.